Включаю запись. Ребята, всем привет! Сегодня мы будем говорить про принцип построения структуры, как мы ее строим. Я не буду вспоминать, как было, как будет. Говорю, как мы строим сейчас, как работает сейчас. Видео актуально только для тех, кто уже смотрел маркетинг-план. Если маркетинг-план не смотрели, мы возвращаемся, смотрим маркетинг-план, потом уже возвращаемся к этому видео. Когда вы пришли в бизнес, вы начинаете строить одну группу. Одну группу вместе со своими наставниками. Первую регистрацию вы не проводите один. Не надо этого делать, нужно дождаться и провести эту регистрацию совместно со спонсором. Пять человек мы регистрируем друг по другу. В одну группу. У вас уже есть, скорее всего, спонсорская группа, которую вы ведете, которая спонсор вам ведет. Если ее нет, ничего страшного, значит, вы начинаете сами работать. Вот в эту группу, когда у вас есть первая регистрация, вы регистрируете не под себя, а уже под того человека, который спонсор пригласил. То есть, в первую регистрацию мы в любом случае проводим с наставом конца спонсора. Начинаем вести с первого одну группы. И вот ваша первая задача найти пять человек в эту спонсорскую группу. Пять человек зарегистрировали в одну группу. В спонсорскую, в общую группу. Это группы и ваши, просто мы ее так называем. Первую группу давайте будем так. Первую группу пять человек зарегистрировали. Пять человек зарегистрировали в одну вот эту группу. Берем уже вторую группу себе и уже сюда регистрируем 5 человек. Соответственно, у вас будет получаться, что у вас 2 группы. Вот эти 2 группы и ведите. Как минимум до 15% ведите эти 2 группы. Сюда регистрация, сюда регистрация, сюда регистрация, сюда регистрация. Либо смотрите, где группа посильнее, туда поменьше регистрация, где группа послабее, туда побольше регистрация. Не распыляйтесь, примерно до 15% введите эти две группы, либо до 12%, смотрите, какие у вас там люди. Видите, что люди, ну все уже, они самостоятельные, у них у сами регистрация, они сами сопровождают, они сами со всеми справляются. Соответственно, вам там уже делать нечего, для человека тоже всю работу делать не надо. Соответственно, вы человека оставляете и начинаете работать с другими группами. Но когда вы уже уверены, что в этой группе есть регистрация, без вас, без вашего присутствия, там уже человек со всем справляется, и человек является лидером в этой вашей группе. И вот ваша задача, как спонсора, не заглушить потенциал этого человека и суметь помочь, и всю работу за него не делать. Ваша задача вырастить менеджера в этой группе, делегировать свои обязанности. Если, например, раньше вы там делали все рассылки, теперь, Ален, да, вот, например, Лена выросла на уровне 6%, уже к этому времени она должна уметь делать и рассылки, и работать с группой, и работать с структурой. То есть, твоя задача, как менеджера, обучить этому всему Лене, чтобы она уже стала менеджером, чтобы она на этапе менеджера уже все знала. Но инициатива, она, конечно, должна исходить от самого человека. Невозможно человека научить чему-либо, если он закрыт, если он на вебинар, например, никуда не ходит. Но вот ты его хочешь научить, ну, невозможно это сделать, но инициатива должна исходить от самого человека. Привет, мам! Вот, работаем с двумя группами до тех пор, пока эти группы не станут в секции. Понятно, да, и рекрутируемся, и регистрируем, и помогаем. Но потенциал вот этого человека мы не глушим, пока он сам развивается, чтобы человек понимал, что это его группа, это его ответственность, это его работа, задача и обязанности. Третью группу начинаем строить. Вот смотрите сами, да, вот на этом этапе со мной можете позвониться, либо с вашей стоящим спонсором. Смотрите, куда вам заводить уже третью группу. Когда вы видите, либо это 12%, либо это 15%, то уже начинаете себе третью группу. Эту третью группу тоже друг по другу всех регистрировать и уже делегировать вот этому третьему вашему менеджеру, то есть вашего вот этого третьего ветка, третьего этого человека уже обучать становиться директором. Понятно? Понятно на этом этапе? Спрашивайте. Что дальше? Вот эти три группы, вот вы, например, на 15, у вас три группы, одна там на 12, вторая на 12 и одна на 10, да, с 30. Что дальше? Либо углубляться в эти группы, или брать еще три группы и уже закладывать все бриллианты. Смотрите сами, да, на этом этапе. Но, если вы берете еще группы, вы должны понимать, что регистрация у вас должна быть ежедневно. Если у вас одна регистрация в день, то смысла распыляться, брать еще группы в нет? Понятно? Сколько, например, вот у вас групп, сколько у вас должно быть регистрация в день, пока эти группы маленькие, да, пока в этих группах нет ни лидеров, ни менеджеров, ни кого. Соответственно, эти все группы, все ответственные за вас, и вы должны этим группам регистрациями, ну, тоже помогать, чтобы они как-то развивались, да, чтобы они видели какой-либо результат. Понятно? Вместе строим вот эту, да, вот эту первую группу, когда вы только-только пришли, когда ваш новичок только-только пришел. Строите эту группу вместе. Новичок сразу себе, новую группу, не начинает, если вы как наставник регистрируете ему структуру, он тоже в эту структуру начинает регистрировать, в эту же структуру. И вот эти пять его человек, они должны быть в одной структуре. Вот это, например, новенький, это под него второй человек, это зарегистрировал. Давайте вот Алена и Лена, да, это Лена, Лена зарегистрировала, это Алена, это Аленя на регистрации, да, вот второй человек, первый человек, это Лена. Лена зарегистрировала, Алена зарегистрировала под Лену еще человека. Вот красненьким, который обведен, это уже тоже регистрация Аленя, она тоже ее зарегистрировала. Потом еще зарегистрировала. А вот зелененькие – это уже регистрация новичка. Да, то есть Лена начала приглашать. И вот первых пятерых человек она регистрирует в одну группу. Вот в эту одну группу она регистрирует в этих всех пяти человек. Продолжаем строить вместе с активным партнером эту первую, вашу самую первую группу. Что это дает? Четкое видение бизнеса. То есть новичок будет видеть, что люди есть, что регистрация есть, что бизнес работает. Это как бы поднимает дух самого новичка. Во-вторых, почему пять регистраций в одну группу в эту общую? Это как бы проверка для новичка. Может быть там одна регистрация случайная, может быть две регистрации случайные. Но пять регистраций обычно просто так не бывает. Значит, человек заинтересован, значит, человек что-то хочет от бизнеса, значит, он старается работать, рекрутирует. И вот пять регистраций он провел, и пускай начинается уже вторую группу. Вторая группа нужна обязательно, потому что если второй группы не будет, дохода не будет тоже. Вот это основа маркетинг-плана. Если маркетинг-плана не были, обязательно будьте прослушать записи, посмотрите у спонсора маркетинг-плана. Больше энтузиазма командным духом, но при том случае, если у вас, как у наставника, есть личная регистрация. Если у наставника нет личных регистраций, то о каком-то энтузиазме командным духом может быть говорится. Одно дело, когда новичок видит, что у него есть регистрация, то регистрация в его группу, он обрадуется. И если этих регистраций нет, то тут хоть ромашки, хоть морковки, тут ничего не поможет. Поэтому обязательно личные регистрации у спонсора, у наставника, у менеджера, у директора, у всех они должны быть. Из этого роста не будет. Привет, водитель. Понятно? За что нам платит компания самые большие деньги, ребята? За что нам платит компания самые большие деньги? Можно. Можно регистрировать все, 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 все. Можно делать так, как вы хотите. Но сейчас мы говорим про то, какой способ самый работающий на данный момент. На данный момент самый работающий способ – это вот такой, работать в глубину. Эти методы многие, 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 многие растут. Кто-то регистрирует, только под себя, кто-то регистрирует. Ну, все по-разному, в общем, делают, но вот этот метод, он самый рабочий. Поэтому мы тоже его выбрали, мы тоже им работаем. За что компания? Самый большой день власть – за выращивание директоров. Не за то, что мы вот эти 7500 размазали, например, по своей структуре. Здесь, 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 здесь. Платят за выращивание директоров. За то, что в вашей структуре будет директора. Почему не всех под себя? Нужно понять разницу, что одно дело, вот, например, 7500 у тебя в L-группах. У тебя уже три менеджера доступа, да? Как минимум, вот три группы, с тремя группами вышли, например, на уровень директора. У тебя, например, Лена хорошая, да? У тебя Юля рекрутирует уже, соответственно, на 100% ее группа, ее, да? Она менеджер, она понимает, что это ее группа, она растет. И третья группа, например, у тебя, там, Валентина, например. Она тоже, соответственно, не желает, без этой структуры. Она уже работает, расширает, ей своя помощь нужна. Вот они, три группы, вот они, твои люди. Твои люди, которым ты можешь делегировать твои обязанности. Ты можешь сказать им, сделай расписку, ты можешь сказать им про звание новичков, ты можешь им сказать, это пятое, десятое. И другое дело, если вот эти 7500, здесь 200 баллов, здесь 300, 500, 600, 500, да? Вот они вот так вот размазаны все, можно сказать. И ты лично делаешь все, ты все делаешь сама лично, потому что у тебя менеджера в структуре нет. Ну, это уж грубо, да, я говорю. Понятно, что кто-то из людей людей все равно возьмет ответственность. Но наша задача этих людей выявить, помочь им стать много жилья, да? И эта компания платит больше денег. Чтобы не путать в дальнейшем ни новичков, ни себя, мы рекомендуем работать именно этим способом. Заводим 2 группы, их растим до тех пор, пока здесь не будут уже активные люди, когда эти люди уже не увидят какой-либо результат, пока эти люди не увидят какие-либо деньги, да? Потом мы уже берем в себе 3 группы. Понятно? В чем разница, да, 3 группы и 6 групп? Видите, да, какая разница? Мы можем тебе изначально поставить задачу, например, вырасти в 3 группы. 3 группы – это старший золотой директор, заход от 75 тысяч, премия в 1000 долларов, полторы тысячи долларов, две тысячи долларов, три тысячи долларов. Автобонус в 10 тысяч рублей, золотая конференция, банкет директоров. 50 тысяч за каждое звание и юбилейная премия могла бы быть, да? И два бонуса с голодиной, бонус за директорский и за голодой бонус. Понимаете? Вот они, бонусы. Все платят в директорскую группу. И премии тоже платят, только в директорскую группу. Мы это тоже прекрасно понимаем, да? 6 групп. Бриллиантовый директор. Доход от 150 тысяч, премия в 1000 долларов, полторы тысячи, две, три, четыре, шесть. Автобонус 2,5, 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 3,5, 2,5, Бриллиантовая конференция, банкет директоров, 50 тысяч за каждое звание выделения премии, 4 бонусы выделения. Вот за что компания платит хорошие деньги. Именно за выращивание директоров. Ваша задача найти этого человека и обучить. Но этот человек, да, вот если вы новичок, да, если вы, ну, как это уже пришли, тоже, если вы недавно пришли, вы должны понимать, что вы должны взаимодействовать с твоим представником, с твоим спонсором, с твоим менеджером. И инициатива, она должна от вас спросить, понимаете? Спонсор – это не ясновидящий, да, человек, который там, ой, я вижу, там этот человек хочет работать. Вы должны проявлять инициативу, сами писать, звонить, объяснить, им не то, да. И уже потом тому, чему научились сами, этому обучать свою команду. Понятно? В принципе, про построение структуры все. Тут ничего такого сложного нет. Но перед тем, как это видео давать новичкам, перед тем, как самому работать по этому видео, нужно обязательно понимать, посмотреть, смотреть на дела. Это наши рекомендации, мы свои группы строим именно так. Мы сейчас больше пруд не берем. Наша задача – вырастить эти 6 групп, которые у нас есть, чтобы они стали директорами. Взаимодействуем, ребята, всеми, кто взаимодействует с нами, кто нам дает обратную связь, кто нас слышит, кто нас понимает. Поэтому вы точно так же общаетесь с моими менеджерами, общаетесь с моими спонсорами и проявляете инициативу. Да, 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 запись будет. Все. На этом все. Я запись сейчас сделаю. Сегодня же, да, минуточек запись. Можете спидывать своим чекам, партнерам вопросы, если есть, задавайте. Есть вопросы? Если нет.